Интернет, вы не против? Нет, я не против. Ну я слушаю, говорите вопрос ваш, пожалуйста. Вопрос у меня такой. Вот мы в прошлый раз, я у вас вопрос по поводу объединения церквей, о том, что католики, православные протестанты объединяются, и вы сказали, что вы не видите в этом ничего плохого. Что плохого, если все помирятся христиане, да? Вы говорили такое. Ну я не говорил, что вместе молиться, что если мы в хороших отношениях, об этом я говорил. Да, да, да. Ну, как бы молятся-то все вместе уже, на самом деле. Ну мы не молимся, этого нет у нас. У нас нет этого. У нас не было ни одного дня. Ну, я говорю, в некоторых церквях Московского Патриархата есть записи, видео, где молятся в церквях. Сам Иларион молился с католиками. Ну и что? Даша, что? Так, вот я к чему веду я. Вы считаете, что подружатся как бы христианские все вот эти динаминации, да? В этом нет ничего плохого или все же есть какой-то момент отрицательный? Я говорил, что хорошее отношение, а не молиться вместе. Ну, хорошее соседское отношение. Нам зачем воевать друг против друга-то? Понятно. Я, вы знаете, к чему веду? Вот получается, что как бы все-таки при дружеских отношениях, пока не было дружеских отношениях, православная церковь, она как бы стояла на канунах святых отцов, а сейчас как бы нам все постоянно вводят, все новые и новые новшества как бы вводятся в нашу церковь. Вот последняя новость такая пришла, что 30 марта вводится новый праздник в церковный календарь, День Святого Патрика. Не слышали? Слышал. Сегодня об этом говорили у нас на собрании. Да, вот такая новость как бы. И много других, вы знаете. Ну и что из этого? Много видений. А вот из этого то, что получается, что не то, что мы подружились, а как бы получается, что мы перенимаем все вот эти вот не очень... Мы ничего не принимаем. А они там делают, что делать. Я просто знаю это и все. Ко мне какое отношение-то имеют? Никакому Патрику я не молюсь. Бог знает, где он находится. Мне зачем он нужен? Ну так это вы, а мы-то здесь. Ну не знаю, про вас я не могу сказать. А вот как вы считаете, вот вы вроде как говорили, что вы молитесь за Папу Римского, вы говорили, что я упоминаю молитву, да, его? А вот смотрите, вот допустим, Папа Римский, Франциск, он говорил, допустим, такие вещи, которые, допустим, что, ну вот даже инопланетяне, он гипотетически говорил, о том, что даже инопланетяне, это все создания Божьи, как бы они тоже могут быть нам братьями. То есть есть такой ролик. Меня не касается, что он говорит. Он человек живой, и мне дано повеление от Бога молиться, чтобы он обратился, а таким не был, чтобы он стал православным. Разве мне запрещено молиться? Да иначе какая у меня вера? Что я должен, пойти ему морду набить или что? Нет, нет, я не к этому говорю. Я говорю о том, что, а кому они... Вот, ну, как бы вопрос... Ну, еще раз сказал, Папа-то за себя ответит. Нам сейчас, что он бреется, я не согласен. Что он Папа над всем миром, я не согласен. Я знаю, что неприемлемо для православного. Что инопланетян братья... Братьями инопланетян считает, мы тоже с этим не согласны. Мы считаем, инопланетяне... Инопланетяне это демоны, бесы. Да, я тоже так считаю. Гомосоциалистов, он говорит, кто я такой, чтобы судить их, да? Ну, он за это ответит. Я не хочу эту гадость говорить даже. Это их дело. Не надо об этом говорить. Давайте по делу. Как нам души спасти? За Папу я зачем буду говорить? У нас этого нет. Ну ладно, позиция мне ваша понятна. Православная церковь, это не одобряется. Православная церковь на это не идет. Так, вот еще такой вопрос. Как бы с этим мне понятно, и я согласна с вашей точкой зрения, что да, они ответят за свои грехи. Нам о своих грехах плакать надо. Так, а вот по вопросу спасения я хотела бы вам задать вопрос. Вот вы не видите тоже, как бы, опасности во всех этих номерах и всем прочем, да? Вот вы говорили, что это совсем не то, да? Что вот номера эти, нанэ, там, и все это такое, как бы это, ну, как бы не страшно, да? У нас на форуме это все уже отвечено. Церковное начальство уже ответило. Это не нужно. Но если мне присвоили где-то там, я знать не знаю даже, какое мое дело до этого? Никакой роли это не играть, я и знать не знаю. А мне, говорят, а вам тоже присвоили. Я еще должен пойти, лезть в окошко и, говорят, уберите номер. Ну, чего глупостями заниматься-то? Если это будет начертание зверя, это отречение. Я внутренне, сердцем и головой, почему на лоб-то приставится начертание-то? Что я отрекаюсь от Христа. Правая рука, чтобы я не смог совершить крестное знамение. А мы совершаем и молимся, творим правые дела. Я говорю, что для меня никакой роли это не играет. Игнатий Тихонович, а в вашем понимании звери, первые звери, это кто? Антихрист. Из колена данного еврей. Еврей. Из колена данного. На три с половиной года придет. Это не я говорю. Андрей Кесарий Каппадокиск, архиепископ. И прям серен. Это люди, которые православные. Там четвертый век. И они об этом говорили. А я не выдумываю сам ничего. И никогда церковь по-другому не понимала. Это евреи. А у них 12 колен. Иудина колена нефалимого. Но это колено данного. Почему в откровении оно в счет даже не идет. Как про проклятого человека от них получившее. Это будет антихрист, который сядет в храме как бог. Выдавая себя за бога. О чем пишет Павел в послании к фессалоникийцам. Второе послание, вторая глава, четвертый стих. Это все объяснено. Откровение об этом говорит. Но еще его нет. Ну вот в откровении же как бы там тоже описан вот этот зверь. Там и семь голов у него, и горы. Это и горы, и цари. Нет, это другое дело. Это об городе говорится. Это город Москва, так понимаем. Третий Рим. Там блудница сидит на звере. Это не церковь, это не церковь, не католики. Это город. Это город Москва. Именно Москва. Москва там толкует так. Что такое Вавилон? Вавилон, говорит, это Рим. Но первый Рим, это Рим, где находится в Италии. Но второй Рим Константин построил. Новый Рим Константинополь, Стамбул теперь. И третий Рим Москва. Это Москва, это Епифани Славенецкий, другие заявили. А четвертому не быти. Я из своего ни одного слова не добавляю. Это Москва с этой претензией шла. Мы сегодня много говорили на эту тему. Это город, который обогащает всех. Такие сокровища в России живут хуже всех. Весь мир доит эту корову. Вот и все. Ну, я хотела это спросить, конечно. По поводу вот этих, по поводу вот этих начертаний, если ухудшила. У нас нету их начертаний этих. Мы молимся Богу. Почему начало на руку? Ефрем Сирин говорит, чтобы не могли совершить животворящее крестное знамение. Мы крестимся. Мы доказываем, что его нету. Нельзя продать и купить, а мы идем покупаем муку. Покупаем все, что нам нужно. А тогда у кого не будет пищать, ни продать, ни купить. А сегодня все покупают до единого. Были бы деньги. Так зачем придумывать-то накатывать то, чего нету? Это глупость одна только. Но ведь идет-то все к тому. Да, идет к тому. Я много лет вел занятия в разных университетах. И в одном университете мне ректор как-то разговаривали, сидим. Он говорит, а сколько получаете? Я говорю, я не получаю. Как? Я говорю, 18-й год веду, преподаю в университете. Я ни рубля не получал. А почему? Я для Бога делаю. Да нет, надо получить. Но они начислили по ставке профессора. Там с какими-то еще накрутками повыше. Там шестизначная цифра, страшно сколько. Я пошел. Она говорит, а какой у вас ИНН? Я говорю, а у меня нету. Ну, получите. Я говорю, я не хочу получать. И все, я больше ни разу не пошел. Из ИНН я решился миллионов рублей. И все, и... Это не грех. Просто я проверяю сам себя. Я бы пошел, если в суд подал, я бы выиграл сразу его. Это я знаю. Но мне зачем это? Я ради Господа трудился. Ну, понятно. Понятно. Ну, ладно. Спасибо, Игнатий Тихонович. Не буду отнимать у вас больше времени. Спасибо. Я уточнила то, что хотела узнать. Спасибо, благодарю вас. Храни вас, Господь. С Богом. До свидания. До свидания. Всего Бога. Всего Бога.